Всем привет! Продолжаем знакомиться с художниками Теннерс Дэвид Младший. Давид Теннерс Младший один из наиболее значимых художников и граверов Ломанской школы, наряду со своими соотечественниками Рубенсом и Ван Дейком. Я пользуюсь Википедией. Писал картины на религиозные темы, жанровые сцены, сцены деревенской жизни, интерьеры, портреты, пейзажи. Считается, что он учился у Рубенса и Брауэра, но подтверждающий этот факт письменных свидетельств не сохранилось. Родился в 1610 году в Антверпене. Его отец также был художником и первые уроки рисования и живописи сын получил именно от него. Финансовые трудности отца стали причиной довольно тяжелых молодых лет будущего мастера, но и побудили его рано начать зарабатывать на хлеб собственным творчеством, добиться признания. Немаловажный вклад в успех Давида внесла и весьма удачная женейба в 27 лет на дочери знаменитого живописца Яна Брейгеля-старшего, Анни Брейг. Она также была художницей, ученицей Рубенса и Брак помог Теннерсу снискать покровительство мастера, переросшее затем в крепкую дружбу. В 1644 году Давид занимает должность гильдии антверпенских художников. Гильдии Святого Луки постепенно обретает известность в местных кругах художников и ценителей живописи. Наместник испанских Нидерландов Эрцгерцег Леопольд Вильгельм начал покровительствовать Теннерсу и в 1651 году пригласил его в свой дворец. Теннерс стал придворным живописцем, хранителем обширной галереи. Теннерсу было поручено издание альбома из 244 гравюр, которые представляли собой репродукции картин из этой коллекции. Альбом вышел в свет и явился первым в истории иллюстрированным каталогом частной художественной коллекции. Теннерс много успешно работал на заказ. Среди самых знаменитых его заказчиков был король Филипп IV Испанский и штатгальтер Нидерландов Вильгельм II Аранский. Художник пытался добиться для себя дворянского титула, но, к сожалению, ему это не удалось. В 1656 году художников довел. Через полгода он вновь женился на Изабеле де Френ, которая приходилась с сестрой, консулу Барабанта. В 1662 году Давид приобретает собственный замок недалеко от города Вилвоа. Теннерс сыграл весьма значительную роль в деле основания Антверковской академии художеств и в 1663 году стал его первым ректором. В какое-то же время он достоился долгожданного дворянского титула и с тех пор перестал взимать плату за свои полотна. Страдал от многочисленных болезней. Дети от второго брака после смерти матери в 1683 году инициировали против отца многолетнюю судебную тяжбу, которая не закончилась даже после смерти художника. Умер Теннерс в 1690 году. Смотрим работы Теннерс Дэвид Младший. Все, пока-пока, до свидания. Это один из наиболее значимых художников и граверов Ламанской школы, наряду со своими соотечественниками Рубенсом и Иван Дейком. Все, пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok